Приветствую вас на канале Филин Казимир. В этом видео вы узнаете историю происхождения породы собак Чихуахуа. А также, если вы хотите завести себе эту породу, вам будет полезно узнать, что для этого необходимо, как контактировать с собачкой и чего ожидать. История собачек этой породы началась в Мексике, где в средневековье появились тальтеки, таинственный народ. Индейцы и жрецы этого племени держали питомцев. У них были немые собачки с длинной шерстью. Эти псы были священными для них и участвовали в различных обрядах и праздниках. После смерти хозяина их приносили в жертву, поэтому считалось, что пес забирает грехи умершего. Никто из ученых не видел этих собак, а лишь находили их останки. И только в конце 19 века мексиканцы сумели их отыскать в диких лесах. Собак стали ловить и продавать, это приносило хорошие деньги продавцам. Их скупали и американцы, и мексиканцы. Первая выставка этой породы состоялась в 1884 году в Филадельфии. Тогда официально представили эту крохотную собаку. Вскоре представителя этой породы президент Мексики подарил знаменитой певице Аделине Пати. Артистка получила огромный букет цветов, внутри которого сидела милая собачка. После этого случая Чухуахуа приобрели еще большую популярность. Многие привыкли называть Чухуахуа бесполезными собаками, но на самом деле это не так. Благодаря отличному слуху они могут помогать своим глухим хозяевам. Есть в мире Чухуахуа по кличке Уилум. Более 10 лет он служит своему хозяину, лишенному слуха, сообщает ему о телефонных звонках и других важных оповещениях. Каждый представитель этой породы несет в себе яркую индивидуальность, которая доминирует над характерными породными признаками. Свой отпечаток на характер Чухуахуа несомненно наложило далекое прошлое этой породы. Почитаемая и приравниваемая к священным животным во времена древних инков, миниатюрная кроха после разгрома государства испанскими конкистадорами вынуждена была скрываться. Выживая в полных опасностей джунглях, собаки этой породы приспособились к дикой жизни, научились рыть норы и лазить по деревьям, спасаясь от хищников. Выстояв в этой борьбе за выживание, Чухуахуа приобрели стойкость и выносливость. Некоторые напоминания о тех временах закрепились на генетическом уровне. Одно из заключительных свойств породы – признаки крота. Чухуахуа постоянно старается найти себе убежище, зарывается в одеяло, прячется под ковриком. Собаки этой породы – прирожденные исследователи. Они весьма любознательны и любопытны. Знакомство с неизвестными запахами, с чужой обстановкой или новыми людьми вызывает у них бурную реакцию до дрожи во всем теле. Чухуахуа необычайно отважны. Зачастую они даже не соизмеряют свой маленький размер с более крупным противником. Не взирая на миниатюрность, собачка всегда готова дать сдачи. Хотя порой такое безрассудство может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому лучше выводить Чухуахуа на прогулку на поводке. Характер Чухуахуа уживчивый, общительный и очень привязчивый. Они прекрасно ладят с другими животными в семье, но предпочитают общение с хозяином или такой же собачкой-другом. Очень плохо переносят одиночество. В силу развитого чувства собственного достоинства и гордости, эти малыши не терпят, когда вторгаются в их мир и навязывают им свои желания. Поэтому не стоит без нужды отвлекать самостоятельного питомца от сна, игр и отдыха. Это энергичные и грациозные собаки. Они очень понятливы, чутко сторожат дом, выносливы и невосприимчивы к заболеваниям. У этой мини-породы очень элегантный внешний вид и компактное тело. Череп у собаки небольшой, носик короткий и аккуратный. Большие стоячие уши закругляются вверху. У Чихуахуа красивые и крупные глаза. В основном они темного цвета. Собаки бывают гладкошерстные и длинношерстные. А крас встречается самый разный. Рыжо-красный, светло-рыжий, черный, шоколадный, белый, тигровый и даже сиреневый. Самым необычным считается серебристо-серый цвет с синеватым отливом. Он встречается очень редко. И таких представителей не прививают, потому что это может привести к серьезным заболеваниям. Вопрос, как ухаживать за Чихуахуа, не вызывает больших сложностей. И сводится в основном к гиеническим процедурам. Очищение ушей, уход за шерстью. Большие глаза Чихуахуа склонны к избыточности заточивости. И лишним будет раз в неделю закапать в них лосьон для ухода за глазами. А вот частое купание нежелательно, так как эта процедура может пересушить кожу и привести к образованию перхоти. Если говорить про уход за щенком Чихуахуа, то в первую очередь необходимо научиться правильно поднимать и держать собачку. Высота даже человеческого роста может быть смертельно опасна при падении щенка. Не допускаются игры с малолетними детьми. Братщинка следует под грудь или животик. Ни в коем случае не пытаться поднять за лапки и тем более за голову. На полу щенок должен оказаться всеми четырьмя лапками. Нельзя позволять ему прыгать с рук. В прохладное время года необходимо надевать на собачку комбинезончик. Зимой прогулки необходимо сократить, а в летнюю жару следует избегать перегрева. И ни в коем случае нельзя оставлять малышей в летний зной в закрытом автомобиле. Желательно приобрести для питомца отдельный домик. Если вы хотите завести эту породу, то сразу же следует приобрести необходимую амуницию, поводок, шлейку, инструменты для стрижки когтей, расчески и переноску контейнер или специальную сумку. Для выгула обязательно используйте шлейку с поводком, а шейники таким миниатюрным и хрупким собакам надевать не следует, чтобы избежать нагрузки на шею. Выгуливать чухуахуа следует в безопасных местах, где не прогуливаются с большими собаками и нет машин. Если возникают трудности в поведении, постарайтесь найти и устранить причину, ведь просто так собаки ничего не делают, так же как они делают ничего специально и назло. Если питомец грызет какие-либо предметы, постарайтесь обеспечить его подходящими игрушками. При этом чаще меняйте их, убирайте старые и предлагайте новые. Иногда растерзанные газеты, сорванные обои или съеденные тапочки являются проявлением тоски от одиночества, ведь собачки этой породы очень привязчивы и не любят долго оставаться одни. Хорошие поступки от плохих чухуахуа отличают только по вашей интонации. Строгим голосом дайте понять, что именно вам не нравится. И наоборот, приласкайте и ласково похвалитесь за правильное поведение. Этой породе очень нравится общение голосом. Они хорошо запоминают слова и с радостью выполняют команды. Несмотря на свою миниатюрность, чухуахуа обладает крепким иммунитетом и болеют редко. Генетическая жизнестойкость позволяет этой породе прожить до глубокой старости, без тяжелых заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Болезни чухуахуа зачастую сводятся к стоматологическим проблемам и раннему выпадению зубов. Это обусловлено короткой челюстью и определенной формой головы. Поэтому с первых дней следует уделять особое внимание необходимым витаминам, минералам, добавкам и удалению зубного камня 1-2 раза в год. Своевременная вакцинация позволяет избежать распространенных в собачьем мире инфекционных заболеваний. Поэтому обязательные прививки необходимы уже с момента отъема щенка от матери. Именно в этот момент иммунитет, полученный с материнским молоком, падает и щенок подвергается большой опасности заражения. Симптомы болезни чухуахуа можно распознать по нетипичному поведению, отказу от корма, сухому горячему носу, выделениям из глаз. Поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение может только ветврач. Заниматься самолечением недопустимо. Нельзя оставлять без внимания такие признаки, как сильная жажда, выпадение волос, зловонный запах из пасти, потерю или увеличение веса, желтизну или бледность слизистых оболочек и глаз. Даже если ваш питомец внешне вполне здоров, найдите время для профилактического осмотра у ветеринара. Рекомендуется показываться в ветклинике раз в год после 6 лет и дважды после 10. Также ветеринары рекомендуют отказаться от ошейника. У них очень тонкая шея, которую легко повредить, и поэтому лучше купить специальный поводок для миниатюрных собак. Он крепится за туловище под лапки. Необходимо приучить собак уходить в одно и то же место в туалет. Чухуахуа прекрасно ходит в кошачий лоток без наполнения. Приручить собачку необходимо с малого возраста, когда вы только взяли питомца. Постелите газетку в лоток, и когда щенок сходит на нее, похвалите собаку и всячески поощряйте следующие разы. Кричать на собаку нельзя, достаточно интонации показать, что она делает что-то неправильно. К кормлению нужно подойти очень ответственно. Малыш с тонкой шеей может подавиться даже самой маленькой рыбной косточкой. Этих собак желательно кормить сухим кормом супер премиум и премиум класса. В нем содержатся все необходимые витамины и минералы. Важно выбирать корм, в котором не содержится крупа. Не давайте малюткам сладкое, мучное, острое. Это негативно сказывается на их здоровье. Также чухуахуа имеет склонность к ожирению. Их вес не должен превышать 3 кг. Воспитанием собаки нужно заняться с ее раннего возраста. Не стоит брать щенков моложе 3 месяцев. Из-за того, что они мало пообщались с братьями и сестрами, собака может вырасти эгоистом, не способным ладить как с людьми, так и с другими животными. Самое главное вовремя социализировать питомца. Знакомить пса с новыми людьми и животными нужно постепенно. Избегайте агрессивных собак, которые могут навредить питомцу. Вовремя пресекайте громкий лай, отвлекайте игрушками и лакомствами. Ни в коем случае не бейте собаку. Во-первых, вы потеряете с ней контакт. А во-вторых, вы можете нанести питомцу травму. Помните, что они очень хрупкие. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Если вы с чем-то не согласны, пишите в комментарии. Я читаю каждый комментарий к видео.